Первая камера и буквально через квартал будет еще одна камера. Каждый водитель на ежедневных маршрутах камеры знает на перечет. И вдруг, всегда неожиданно, письмо счастья и штраф. Новая камера была установлена на шоссе. Я не знала о ней и получила штраф за нарушение скоростного режима. На новые места камеры переносят раз в полтора года. Считается, что за это время водители к ним привыкают. Старую камеру не убирают, а меняют на муляж. Визуально ничем не отличается. Более того, в них находится эмуляция радара, которая обманывает антирадары, показывая, что идет замер скорости. Участки, где в год происходит не меньше трех аварий, уже обнаружили на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, на проспекте Вернадского, на улицах Лобачевского, Обручево и Свободы, Комсомольском и Ленинском проспектах. Именно там скоро появится больше 500 новых камер. Все это хорошо знакомые водителям модификации. Основных всего две. Это квадратная стрелка. Детекторы радаров распознают лишь ее старые модели. И вот такая система «Автоураган». У нее другой метод определения скорости. Антирадары ее вообще не видят. Впереди камера на 60. Места, где расположены камеры, никто не скрывает. Перечень есть на сайте правительства Москвы. Но в навигационной системе предпочитают получать данные от пользователей. Так надежнее. Даже до того, как бывает, опубликуют какой-то официальный список, пользователи уже начинают ставить. Например, какое-то время назад, по-моему, в конце года устанавливали камеры на остановку. Их одномоментно появилось порядка 100. И пользователи уже начали писать. Муляж камеры. Такие сообщения тоже основаны на сигналах водителей. Навигатор за правдивость информации ответственности не несет. Не все их легко отличить. Мы не всегда сами можем быть уверены. Поэтому мы здесь стараемся лучше перепредупредить, чем недопредупредить. Эксперты считают, что одновременно с переносом камер на отдельных трассах нужно изменить скоростной режим. Например, на Киевском шоссе. Ограничение скорости необходимо пересматривать. Есть еще пример Варшавского шоссе, отреконструированного, с хорошими развязками, отбойниками. И там тоже всего 60 км в час установлены. Часто водители получают тоже, считая необоснованными эти штрафы. Процесс переноса камер завершится к концу следующего года. Причем водители так никогда и не узнают, где вместо реального прибора появился муляж. Поэтому стоит внимательно следить за знаками. Продолжение следует...